добрый день уважаемые преподаватели рассмотрим инструкцию по использованию ресурса файл и ресурса папка мы продолжаем с вами работу с электронными курсами через личный кабинет преподавателя пройдите на сайт и выберите соответствующий электронный курс с которым вы в настоящее время работаете в нашем случае это электронный курс дисциплины включаем режим редактирования и начинаем работу с добавления ресурса файл мы с вами уже знаем что есть в режиме редактирования возможность в каждом блоке электронного курса добавлять элемент или ресурс пройдите по ссылке добавить элемент или ресурс в нижней части окна мы видим перечень ресурсов которыми можно воспользоваться в рамках электронного курса и в самом низу располагается ресурс файл в правой части экрана вы можете изучить подробно краткую информацию о том что позволяет делать модуль файл и в соответствии с этим уже использовать его при создании электронного курса выбрав файл мы нажимаем нажимаем кнопку добавить в качестве названия могут использоваться такие варианты как конспект лекции презентации в зависимости от того что содержится в данном файле допустим мы размещаем конспект лекции номер один лекция 1 описательную часть можно пропустить для того чтобы она не перегружала главную страницу и в следующее поле выделенная пунктирной линии можно загрузить уже непосредственно сам файл и здесь есть два варианта вы знаете что можно использовать кнопку добавить и соответственно здесь воспользоваться уже ссылкой загрузить файл выбрать файл указать его место положения допустим на рабочем столе или в какой-либо соответствующей папке либо на внешнем носителе выбрать этот файл и нажать кнопку открыть он сюда загрузится и мы сможем загрузить данный файл этот способ но как мне кажется более трудоемки можно воспользоваться способом который проще уменьшаем размеры окна закроем обращаемся к папке в которой располагаются лекция 1 захватываем файл и переносим в поле обозначенное пунктирной линии файл загружается и вот здесь мы видим его отображение следующая опция внешний вид рекомендуется всегда использовать способ отображения во всплывающем окне что это значит если мы оставляем автоматический способ отображения то данный файл в случае обращения к нему открывается в том же окне вкладке браузера это не всегда удобно потому что студент может случайно закрыть этот файл соответственно закрыть всю программу в случае выбора способа отображения во всплывающем окне файл открывается в отдельном окне закончив работу с которым студент его закрывает но остается работать в электронном курсе остальные опции нам не так важны поэтому мы их пропускаем и сохраняем возвращаясь на главную страницу курса вот наш файл вы можете перетащить его другое место удерживая левой кнопкой мыши значок перемещения можете переместить его в другую тему если вы случайно не в то не в тот блок добавили элемент или ресурс как будет выглядеть данная лекция нажимаем на ссылку лекция 1 и вот видим что в отдельном окне открывается соответствующий конспект сейчас загрузится вот и уже можно непосредственно работать с данным файлом поработали закрыли очень удобно помимо добавления файла использовать ресурс папка если у вас несколько файлов если у вас несколько презентаций еще каких-то дополнительных документов которые могут пригодиться студенту для подготовки изучения теоретической части то можно все это размещать вместе не перегружая тем самым главную страницу потому что чем больше вы здесь будете добавлять элементов и ресурсов тем длиннее эта страница будет и соответственно студенту придется бесконечно долго прокручивать ее но рекомендуется чтобы длина главной страницы как и всех вспомогательных страниц была не более двух экранов монитора есть еще один способ более быстрый добавление файла на страницу электронного курса рассмотрим его мы также продолжаем находиться в режиме редактирования уменьшаем размеры окна для того чтобы получить доступ к вспомогательной папке захватываем файл и просто переносим его вот обратите внимание появляется окно добавить сюда файлы отпускаем файл загружается но загружается он именованным в том виде в котором обозначен сам файл вы можете нажав на карандашик изменить название прям здесь на месте допустим это будет лекция 2 нажимаем enter лекция 2 переместить ее и откроем эту лекцию вот обратите внимание она открывается в том же окне это как раз тот случай когда происходит автоматическое открытие и если мы сейчас случайно закроем эту вкладку то соответственно мы закроем полностью сайт с электронными курсами поэтому здесь рекомендуется сделать возврат далее мы проходим с вами по ссылке редактировать у каждого элемента у каждого ресурса есть такая возможность здесь в контекстном меню видим набор команд который позволяет удалять ресурсы копировать их скрывать в случае если ведутся какие-то работы по обновлению файла перемещать и редактировать настройки пройдем по ссылке редактировать настройки мы с вами уже были в этом окне и нам необходимо изменить опцию внешний вид используя во всплывающем окне сохранить и вернуться к курсу и теперь данная лекция открывается в отдельном окне вот такие способы то есть вы можете использовать быстрый способ не забывая при этом обратиться к настройкам и отредактировать способы отображения можно использовать классический способ когда добавляется элемент или ресурс выбирается файл и фактически мы сразу попадаем в окно редактирования настроек где разными способами можем добавить файл и настроить необходимые опции если эта лекция нам не нужна мы ее удаляем это то что касается работы с файлами не забывайте что ресурс отличие ресурса от элемента в том что если нам необходимо что-то изменить в самом тексте лекции либо презентации которая размещена в формате в этом формате файл необходимо будет удалить данную лекцию и загрузить новую лекцию в случае если у нас достаточно много файлов и мы не хотим перегружать главную страницу электронного курса рекомендуется использовать папку это тоже ресурс и предлагаю рассмотреть способы добавления папки мы снова проходим по ссылке добавить элемент или ресурс также в разделе ресурсы находим ресурс папка знакомимся с возможностями данного ресурса и переходим к редактированию настроек напоминаю что все окна обозначенные красным кружком с восклицательным знаком обязательны для заполнения название папки по аналогии с тем шаблоном в котором вы работаете может быть материалы по теме 1 конспект лекций презентации и так далее вводим название конспект лекций описательную часть можно пропустить она не обязательна переходим к содержимому вот в это окно по аналогии с тем как мы размещали файлы можно перетащить либо воспользовавшись кнопкой добавить загрузить различные файлы если в этой папке будет содержаться достаточно много файлов разной направленности допустим отдельно конспекты отдельно презентации вы можете создать внутри каталог при помощи добавления вспомогательных папок допустим здесь будет у нас лекции создать папку папка появляется презентации создать папку папка появляется и соответственно проходим в папку презентации вот сейчас мы находимся в ней сворачиваем окно открываем уже подготовленные презентации и переносим в данную папку презентация загружается возвращаемся на уровень вверх теперь проходим в папку лекции и загружаем сюда условно вот набор конспектов лекций в моем случае это три файла в формате pdf по умолчанию в папке уже стоит опция отображать содержимое папки на отдельной странице мы сейчас обязательно посмотрим как это выглядит остальное можно опустить сохранить и вернуться к курсу что мы видим мы видим что появилась папка конспект лекций вы также можете ее отредактировать при необходимости допустим конспект лекций по теме 1 сохранить есть контекстное меню и пройдем уже по ссылке конспект лекций посмотрим что у нас получилось у нас получился следующий каталог в котором отдельно можно посмотреть какие лекции здесь представлены и набор презентации если нет необходимости усложнять структуру папки то можно файлы складывать непосредственно в головную папку соответственно быстрый способ перехода к редактированию вы имеете непосредственно вот с этого окна можно перейти к редактированию настроек и загружать сюда папки можете изменить способ отображения поработали закрыли используя навигационную строчку возвращаемся к главной странице электронного курса и уже перемещаем этот конспект лекций в папки в ту тему в тот блок в котором данная папка должна находиться то есть я рекомендую вам на главной странице активно использовать папки потому что 10 вот таких вот файлов с лекциями они уже будут загромождать главную страницу они папки позволяют нам систематизировать информацию и представить комплекс на студенту тем самым облегчив работу с данными материалами особенно если у вас достаточно много материалов какого-то нормативного там плана правового характера и конспектов презентаций примеров схем образцов выполнения работ и так далее так мы рассмотрели с вами инструкцию по размещению в электронном курсе ресурса файл и ресурса конспект до паузы